Открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская медиа-академия представляет ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Казахстанская медиа-академия Набираем полное дыхание перед началом фразы. Язык лежит на дне, не приподнимаясь. Как только чуть приподмените язык, сразу звук будет вот такой мелкий. А если подумаете, что рот у вас здесь, голос будет фактурный, крупный. У женщин, у мужчин и без разницы. Анатолий Адаменко. Фонолог, автор технологии фонетические особенности вокальной и словесной речи высокого стиля. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Тонус вялый, как будто бы ты болеешь. Разбуди голос, полный опор. 221, 222, 223, 224, 225. 221, 222, 223, 224, 225. Спасибо, еще раз. 221, 222, 223, 224, 225. Все, ровно идет голос. Стоп, я же вас показывал, как дома заниматься. Убирайте согласные. Это точно так? Да, убираем согласные, одни гласные. Мы должны говорить гласные от природы. Согласные мы потом научились проговаривать. А у нас от природы гласные звуки свои, родные. Тем более, первозвук А. 221. Вот так вы научите любого человека, плохо говорящего, хорошо звучать. Потом к этим гласным подключаете легкие согласные. 221, 222, 223, 224. Понятно, да? Гласные основа, остов речи. Согласные, вспомогательные. Они и называются со-гласные. Значит, они согласны с гласными. Гласные – это главные. Я памятник себе воздвигни рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Я памятник себе воздвигни рукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа. Пошли дальше. О, как бесценное откровение. О, как бесценное откровение. Твое молчание и слова. В них осознание... Подожди, ну здесь опять три точки. И пауза здесь длинная. И концовка. Ее надо уже произнести. Репризы же. О, как бесценное откровение. Твое молчание и слова. В них осознание становления... А, конечно, включила. В них осознание становления и мудрость, что всегда права. Какое счастье быть любимой, но счастье больше любить. И сердце свет неугасимый, в душе лелеять и растить. Здесь нельзя брать воздух. И с каждым новым... И сердце свет неугасимый, в душе лелеять и растить. Парить у неба на краю, осознавать... Нет. Парить у неба на краю, осознавать, над ним я буду. Парить у неба на краю, осознавать, над ним я буду. Дышать иною чистотой, без крайностей лететь навстречу и чувствовать любви и настрой безукоризненен и вечен. Медийная личность — свободная личность. Чтобы обрести свободу, необходимы навыки актерского мастерства. Давайте заглянем на урок Гульжан Тузельбаевой. Гульжан Тузельбаева, актриса театра и кино, выпускница Pace University Actor, студия Drama School, Нью-Йорк, владеет техникой Кристин Ли Грейтер по освобождению голоса и Ли Страсберга по актерскому мастерству. Преподает в Казахстане более семи лет. Дышать нужно, вдыхая в живот и раскрывая полностью все ребра и все-все, что есть внизу. Показываем руками, помогаем себе. Чуть-чуть раздвинемся, вот так вот, и встанем в кружочек. Всегда не забудьте, что кружочек — это очень хорошая форма, чтобы всех было видно. Давайте еще. Дышим ртом, не носом, ртом. Когда мы дышим ртом, мы представляем, что внутри вас происходит. И теперь, когда вы уходите, я вам объясню, маленький звук есть такой. Берете глубже дыхание и происходит. Я говорю, потом вы говорите. Один раз только нужно. Молодцы. Скажите, пожалуйста, девочки, чем бы вы хотели заняться в жизни? Что бы у вас, чего бы вы хотели в таком вахтерском научиться, чего сейчас нет? Чего бы вы хотели? Выработать у себя какие-то эмоции, просто... А их у тебя нет, ты думаешь? Или ты не умеешь их выражать? Я не умею выражать. Я не умею выражать, проверяю какую-то мысль. А что мешает? Не знаю, наверное, какой-то страх. Подрезали кисти, подрезали локти, подрезали паклички. И давайте головки. Позвонок за позвонком, напускаем, опускаем, опускаем. Повисим немного тело, расслабим вот так вот. Руки вот так вот расслабим. И головку прям, головку прям расслабляем. Вот тебе прям голову надо расслаблять, расслаблять. Пусть волосы будут растрепаны, ничего страшного. И дышим ртом. Я, чтобы не видел, чтобы прямо вот пусть полуоткрытый ротик, это ничего страшного. Да. Почувствовали все? Давайте сделаем это упражнение еще раз. И, пожалуйста, в этот раз почувствуйте свое тело. Помнишь, ты хотела почувствовать тело? Вот у тебя есть возможность. После разминки Гульжан предложила нашим маленьким академикам создать небольшой этюд. Постучи и зайди. А ты пусть она зайдет, но ты должна ей высказать все, что ты об этом думаешь. Хорошо? Зачем ты сюда сошла? Захотелось и зашла. Ну ты же знаешь, что ты сделала. И что я сделала? Мы любим друг друга за год. У нас было все шикарно. А ты просто взяла и все разорвала. Ну извините, пожалуйста. Если что. Ну как ты можешь просто такими словами это говорить? Нет, моя жизнь дороже, чем чужая. Амалия, возьмите ее за руки. Прям возьмите ее за руки. Солену. А ты его прям в гречи в ту сторону. Хорошо? Алена, возьми ее за руки. И ты тоже. С одной стороны и с другой стороны. А ты прям вырвайся. А вы прям держите ее. Ну-ка попробуй. Да. Пойдем ее забежать. Ну что? Дело. Держите, держите ее. А ты отвечай. Пусть ты уже. Пусть ты постоишь. Какая-то. Нет. Вот так вот. Молодец. Молодец. Какие у тебя были ощущения, когда ты просто говорила? И когда тебя держали? Да я понимала, что, блин, это надо сказать, иначе в нем ведут. Да. Прикольно, да? А как вот ощущения, когда мы смотрели? Было. А что было прикольного? Вот мне вот это очень интересно. Домашние кем-театры. Еще попавлю его дай. Ага. Ну а вот по ощущениям, как будто свободнее было, когда тебя держали, да? Препятствие получилось, и ты его преодолела. А у тебя было ощущение, как будто она сразу замолчала. Заметили? Сразу ей нечего стала сказать. Она испугалась даже, да? Было такое ощущение, что она испугалась. Когда есть возможность выступать, выступать. Многие актеры для этого ходят, отдают деньги, прихорашивают, чтобы просто выступить. Если вы считаете, что все звуки должны быть культурными с точки зрения эстетики, если вас не пугает то обстоятельство, что дышать нужно ртом, говорить диафрагмой без помощи языка, вы либо студент Казахстанской медиа-академии, либо постоянный наш телезритель. И то, и другое делает вас ближе к прекрасной цели стать медийной личностью. С вами была Назиба Максутова и Казахстанская медиа-академия. Пока-пока! Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.